Добрый вечер! Мы постараемся закончить сегодня изучение недельного раздела «Ваяк-Хель». Приближаемся к концу книги «Шмот», остается у нас только раздел «Пикудей». В 35 главе, начиная с 10 стиха, это наш сегодняшний отрывок, говорит Тора, «Всякий мудрый сердцем из вас пусть придет и сделает все, что повелел Бог». Это обращение Муше к народу Израиля. «Пусть каждый мудрый сердцем придет и сделает то, что повелел Бог». А что он повелел сделать? Светилище, мешкан, его шатер и покров, его крючки и брусья, и засовы, и столбы, и подножие, ковчег, его шесты. Идет подробное-подробное перечисление. Священные одежды Аарона священнику, одежды его сыновьям для служения. Вот все это нужно будет сделать. «И вышла вся община сынов Израиля от Муше». То есть эти слова были сказаны, когда, как начинается эта глава, «Ваяк Хель Муше», то есть собрал всех вместе, все стоят перед Муше, и он объявляет им, что нужно собраться, нужно собрать приношения для того, чтобы сделать мешкан. Нужно для этого собрать прежде всего материал, из которых он будет сделать, во-вторых, нужно найти людей, которые готовы будут взять на себя эту работу. И сделать это все. Выслушали все это объявление. «И вышла вся община сынов Израиля от Муше». Начинаем собирать. «И приходили все, влекомые сердцем и расположенные духом, приносили приношения Богу для постройки мешкана, для постройки шатра собрания. А также для всевозможного служения в нем и для священных одежд. «И приходили мужья на женах». Странное здесь такое выражение. «Левоу анашим аль анашим». Если буквально переводить, получается, приходили мужья на женах, некоторые переводят «приходили мужья вместе с женами», но это явно отклонение от буквального значения. Или мужья за женами. Поговорим об этом отдельно. «И приходили мужья на женах, все расположенные сердцем, приносили кольца, серьги, перстни, подвески, всякие золотые вещи, и все, кто подносил приношение золота Богу». Вот этот отрывок, который мы сейчас пытаемся разобрать. Первый вопрос, на котором мы остановимся, его задает Рамбан. Уже подробно перечисляет, когда народ стоит перед ним, когда он созвал весь народ, он сообщает им, что надо сделать. Для чего сообщает? И для того, чтобы собрать приношение, деньги собрать. В общем, вполне, можно себе представить, все вполне нормально было бы и понятно было бы, если бы Моше сообщил. Смотрите, есть повеление, есть заповедь, обязанность соорудить мешка, это переносной храм, где шатра, который будет нам служить здесь, в пустыне. И для этого нужно собрать, кто что может, золото, серебро, медь, шерсть. Вот и все. Зачем Моше подробно достаточно перечисляет? Что нужно сделать? Светилища, шатеры, покров, крючки, брусья, зазовы, столбы, подножья. Зачем это сейчас? Это понятно, если это объяснят мастерам, которые это будут делать, но сейчас еще куда более ранняя стадия. Разговор не идет с мастерами, разговор идет с народом, и все, что, и цель вот этого сообщения Моше – это просить народ о том, чтобы собирали пожертвования. Отвечает Ромбан так. Поскольку сбор должен был быть очень серьезным, нужно было не просто собирать пожертвования, а должны были жертвовать здесь драгоценные вещи – золото, серебро, медь. И это нужно было в больших количествах. То просто так сказать, нам нужно строить храм, было бы недостаточно. Можно провести параллель, аналогию тому, что говорит Ромбан. Представим себе человек, который обращается к спонсору и говорит, «Знаете, мы хотим построить синагогу, или мы хотим отремонтировать синагогу, нам нужно для этого 400 тысяч долларов». Понятно? Нормально. Но если человек придет к тому же самому спонсору, скажет, «Мы хотим построить синагогу, нам для этого нужно 2,5 миллиона долларов», то, скорее всего, спонсор снимет очки и спросит, «А что вы там собираетесь сделать синагогу?» Что тогда человеку придется ему объяснить, что мы строим синагогу такой-то площадью, она будет столько-то высотой, столько-то этажей высотой. И там, помимо синагоги, там будет еще зал для этого. После того, как он все объяснит, что там было, действительно наберется там на 3,5 миллиона, а может быть, даже на 4 миллиона долларов, тогда понятна просьба. То есть, если требуют много, если просят серьезных пожертвований, то вполне естественно объяснить, зачем это нужно, почему, чтобы убедить человека, что действительно нужно дать и на этот раз дать много. То же самое и здесь будет рамбан, нужно было здесь собрать достаточно много драгоценных вещей, и золота, и серебра, и других вещей, которые тогда были редкостью и стоили дорого. Поэтому, чтобы убедить всех людей, что это необходимо, Муши рассказывает им, что именно предстоит сделать в этом храме шатри. Еще один вопрос, на котором я хотел бы остановиться. Упомянутый здесь в 21-м психе, и приходили после того, как все разошлись по домам, как все это реализуется, и приходили все влекомые сердцем и расположенные духом. Приблизительный перевод того, что есть в оригинале, на русский язык. Человек, влекомый сердцем и расположенный духом. Ашер-на-два-рухо, человек, которого его дух повлек за собой, здесь было некоторое движение духа, в результате которого он повлек. Но что такое тогда влекомые сердцем? Ашер-на-са-оли-бо, люди, которых подняло их сердце, сердце повлекло их за собой. В чем разница между этими двумя выражениями, которые, безусловно, хотя они похожи друг на друга, напоминают, но они тут одно за другим, значит, они явно-явно обозначают разных людей, разные группы людей. Ана Циевровна, в столице Юда-Берлин, в комментарии Мэк-Дава, он говорит, что, что касается тех, которые Ашер-на-два-рухо, написано, те, которых над Варухо и Вио и Труматышем, те, которых дух их расположил, к тому они принесли пожертвование. Значит, речь идет о тех людях, которые с самым лучшим желанием и от всего сердца, от доброты, души пожертвовали необходимые для строительства мешканые вещи. Золото, серебро, медь, шерсть. Это Ашер-на-два-рухо. А что же такое Ашер-на-са-оли-бо? Люди, которых повлекло их сердце. Это, говорит Ана Циев, нужно понимать в соответствии с тем, что объяснил Рамбан. Рамбан писал, обратим внимание на то, что среди людей, которые стояли тогда перед Мушей, из тех, которым нужно было сделать эту работу, он же ждал, что придут люди и вызовутся, и скажут, что мы готовы работать. Мы берем на себя это дело. Но ведь среди них не было никого, кто был бы обучен такой работе. Кем они были в Египте? Грузчиками, строительными рабочими. Делали кирпичи из соломы и из глины. Примитивное, грубое производство. Здесь нужно тонкое рукоделие, здесь нужно ювелирные работы с золотом, серебром, вышивание совсем-совсем непростое и другие работы. Да никто из них не умел этого делать. Да и руки к этому не приспособлены, грубевшие руки могли кирпичи таскать, не больше того. Кто же придет работать? Кто же придет делать эту работу? И все-таки такие люди нашлись. Нашлись, пришли к Мушей и сказали, мы готовы взять это на себя. Что это было? Просто нахальство? Человек, который не умеет ничего делать, берет это на себя, а там уже дальше как-нибудь. Нет, это были люди, которые почувствовали, что их сердце повлекло их за собой. То есть почувствовали в себе силу, которая явно пришла к ним как озарение свыше. Почувствовали в себе полную уверенность в том, что они смогут овладеть этой работой и смогут ее сделать. Никто из них не пойдет сейчас обучаться этой работе, не пойдет в профессиональное училище учиться на ювелира или не пойдет в художественную школу для того, чтобы учить подобные вещи. На это нет ни времени, ни возможности. Но люди почувствовали какое-то осенение свыше, помощь свыше, и почувствовав это, поняли, они сумеют это сделать, они сумеют научиться этому, не имея ни учителей, никого, научиться, и они это сделают. Вот этого это означает тех, которых носао, либо тех, которых повлекло сердце. То есть, это готовность человека принять вызов и взять на себя очень непростую задачу, решение этой непростой задачи, его уверенность в том, что он сумеет с ней справиться и делать. И так и действительно справитесь. Был у нас еще один вопрос. Уже мы отметили его. Как понять в этом отрывке странное выражение воевого Анашим Аль-Ханашим? И пришли мужья, литературно хотелось бы сказать, пришли мужья с женами. И, скорее всего, пшат такой, пришли мужья с женами. И принесли, что там сказано. И приходили мужья с женами. Это буквально написано на женах. Все расположенные сердцем приносили кольца, серьги, перстни, подвески, то есть украшения. А зачем нужно было? Если эти украшения были женские, кольца, серьги и подвески, то зачем тогда сказано, что приходили мужья с женами? Это женские украшения, они их и принесли бы. Почему нужно было вместе с мужьями? Анациев предлагает здесь два объяснения. Первое объяснение – откуда есть у жены такие украшения, откуда у нее серьги, откуда у нее подвески? Это подарки мужа. И если это подарки мужа, то здесь не гоже, чтобы женщина их отдавала без согласия мужа, который дал ей это для того, чтобы она ими украшалась, а не для того, чтобы она их дарила на какие-нибудь самые-самые высокие богоугодные действия. Поэтому необходимо было здесь участие мужа. Второе объяснение, более простое и отражающее действительно закон в Аллаху, в законах о Аздаке. В законах о Аздаке сказано следующая вещь. Люди, которые собирают Аздаку, просят пожертвования на что-то. Если они обращаются к женщине, она отдает им. Конечно, возьмут. Здесь есть одна проблема. А ведь нельзя же принимать… Что будет, если кто-нибудь обратится к людям, собирающим пожертвования, и даст им имущество, деньги, но не свои, а чужие? Понятно, что их принимать нельзя. Это же в рабство. Это же не твое. Это не твое, значит, ты не можешь их дать. А вопрос о семейных отношениях – кому принадлежат деньги в семье? Или более точно, кто распоряжается ресурсами денежными семьи? К точке зрения Аллахи рассматривается это так. Есть имущество, которое принадлежит жене. Это то имущество, с которым она пришла, то ее приданное, с которым она пришла. И принадлежит оно целиком и полностью жене, но муж имеет полное право на его использование, то есть на любые прибыли, на любую прибыль, которую приносит это имущество. Если это поле, то все, что растет, на нем плоды его. Если это корова, то молоко, которое из него можно надоить, это принадлежит ему, он может иметь полное право это использовать, пить, есть, продавать и так далее. Если это имущество, заработанное семьей совместно, то оно принадлежит мужу, но в любом случае даже то имущество, которое женщина принесла с собой, которую жена внесла в семейную кассу, распоряжается им и отвечает за него муж, поскольку он имеет полное право на то, чтобы получать прибыль от этого имущества. Поэтому Аллаха утверждает, что что касается женщины, которая жертвует на цдаку, то у нее можно получать только то, что называется матанамуэтит, то есть небольшие незначительные пожертвования, о которых нам понятно и очевидно, что муж не станет возражать, если узнает, что его жена дала несколько крошей на цдаку. Но если это матанам и руба, то, что называется, если это уже серьезное, внушительное пожертвование, то здесь необходимо согласие мужа. Нельзя принять крупную сумму денег на цдаку от жены, не зная, что муж на это согласен. Согласен замечательно? Не согласен. Такой разговор. Тогда придется жене его убеждать. Поэтому, поскольку речь шла здесь о пожертвовании довольно серьезных вещей, золотых, серебряных украшений, это большие деньги, это действительно ценные вещи, то поэтому потребовалось, чтобы мужья пришли вместе с женами и засвидетельствовали, что они не возражают, против того, чтобы их жены дали такие серьезные пожертвования на строительство храма. Рамбан объясняет по-другому. Его перевод вот этой странной фразы, он переводит это как «пришли мужья за женами», то есть вслед за женами, не на женах, вслед за женами. Он приводит доказательство, что подобного рода оборот он именно это и означает, прийти вслед за кем-то. Что это значит? Поскольку украшения, пишет Рамбан, приносились в качестве пожертвований, и эти украшения золотые находились в основном у женщин, мужчины обычно золотые серьги, не очень принято носить, и они сразу же сняли свои браслеты и кольца и пришли первыми. А уже затем принесли свои украшения и те мужчины, у которых они были. Не все мужчины носят украшения, но и те, которые были, они пришли только вслед за женщинами. Первыми были женщины. Таким образом, выражение «за женщинами», «вслед за женщинами» означает, что женщины были первыми, а мужчины к ним только присоединились. Так получилось. Значит ли это, что здесь есть какая-то закономерность? Всегда женщина старается раскошелиться и способна раскошелиться быстрее, чем мужчина. Рабину Бахья, который идет вслед за своим, в своем комментарии вслед за Рамбаном, ну, что это не совсем так, потому что, если мы посмотрим предыдущие, а то явно здесь сопоставляет два сбора пожертвований. Первый сбор пожертвований, исключительно золота, был на золотого тельца, когда народ объявил, возьмите у ваших жены, у ваших детей золотые украшения, сделаем для того, чтобы сделать тельца. А второе – после греха и после раскаяния, теперь уже сбор пожертвований на мешкан. И вот здесь пишет Рабину Бахья, для изготовления золотого тельца женщины отказались дать свои украшения. Ведь в этом был расчет Аарона. Почему Аарон сказал именно золотого тельца, сказал это в такой форме именно? Возьмите серьги ваших жены, ваших детей. Надеюсь на то, что жены скажут еще чего. Золотые тельца – это замечательная вещь, религиозный культ – это все очень прекрасно. Но почему мои серьги, почему мои кольца? И действительно, хотя Аарон и сказал мужчинам, снимите золотые кольца с ушей ваших жен, ваших сыновей и дочерей, и принесите мне, а что сказано дальше. И снял весь народ золотые кольца со своих ушей собственных. То есть, пришлось мужчинам снимать свои собственные кольца, серьги и подвески. А жены не дали. Но не сказано с ушей своих жен, потому что женщины отказались их отдать. А вот когда украшения понадобились для изготовления мешкана, женщины поспешили их пожертвовать, причем, как говорит Рамбан, они пришли еще раньше мужчин. Несмотря на то, что драгоценные украшения, как правило, являются для женщин источниками величайшей радости. И пожертвовать – это действительно жертва, это действительно оторвать от себя. Все-таки они были первыми, и только вслед за ними пришли мужчины. В отличие от сбора средств, от сбора золота на золотого тельца, что там женщины отказались вообще давать. Продолжим дальше по тексту. И приносили все, у кого нашлись синяя, или багряная, или пурпуровая шерсть, или лен, или козья шерсть, или красные бараньи кожи, или тахашевые кожи. Все, кто давал возношение, жертвовал серебро или медь, приносил этот дар Богу. И каждый, у кого было дерево, шитин, для всякой потребности в работе, приносил. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу. Синий, багряной, пурпуровой шерсти, лен. И все побужденные мудрым сердцем женщины пряли коз. Вожди же принесли ониксы, загоценные камни, и вставные камни для эйфода и нагрудника. Это детали одежды первосвященника. Благовоние, масло для освящения, а также масло для помазания и для благовонных воскурений. Все мужчины и женщины, которых влекло сердце принести что-нибудь для какой-нибудь работы, которую Бог повелел через души сделать, это сыны Израиле и приносили. Приносили это добровольно, как добровольный дар Богу. Есть в этом отрывке одно странное выражение. Все женщины, женщины, которые мудрые сердцем, что они делали? Они занимались пряжей, то есть изготовляли нити для сооружения храны, которые потом будут сотканы в полосы, из которых делался полог. Все женщины мудрые сердцем, пряли своими руками, приносили пряжу. А дальше сказано, что все, побужденные мудрым сердцем, несколько иное выражение, пряли коз. Что значит пряли коз? Пряли пряжу, а не пряли коз. Скорее всего, имеется в виду, что это шерсть, в отличие от обычной, привычной овечьей шерсти, когда нитка делается из овечьей шерсти, то здесь нитка делалась из козьей шерсти. Это другая по своему качеству, по своей фактуре ткань будет. В общем, сказано в такой форме, пряли коз. Говорят, что это было особое искусство. Вместо того, чтобы прясть, как обычно делается, сначала остригается овца, потом эта шерсть моется и вычесывается, а после этого уже начинается непосредственно пряжа, когда из этой шерсти делается нитка. Здесь с козами было не так. Здесь женщины пряли нитку прямо с козы, не остригая ее. Вопрос, зачем это нужно было делать? Некоторые комментаторы объясняют, что поскольку это должно было пойти на строительство мешкана, то женщины здесь опасались, что называется тума, то есть ритуальной нечистоты, поэтому, поскольку ритуальная нечистота может касаться только того, что снято, сострижено, отделено от того места, на котором растет, в данном случае, если прясть прямо на козе, ведь не срезая с нее эту шерсть, не обстригая ее, то здесь ритуальная чистота шерсти не коснется. Такое объяснение. О женщинах, где сказано, что они мудрые сердцем еще. Те самые женщины, которые занимались пряжей, мудрость сердца имеется в виду профессиональные качества, мудрость сердца, это принято объяснять, что это всегда и раджа маем, то есть богобоязненность, которая необходима для человека не только в профессиональном отношении, прежде всего для того, чтобы быть человеком. Наконец, вопрос, который задают почти все еще наши мудрецы, задавали этот вопрос. Сказано о пожертвовании, которые сделали все-все-все, в конце сказано, что Несиим, то есть князья народа Израиля, они тоже принесли пожертвование. Какое? Драгоценные камни, масло. Достаточно скромно. Ни золота, ни серебра, ни шерсти. Почему? Почему весь народ нес золото, серебро, ни шерсть? А они принесли только драгоценные камни. Сказал Робин Атан, приводит здесь сразу объяснение наших мудрецов, почему вожди лишили первых? Подожди, им еще вопрос. А может быть, это так вообще было принято? Сначала народ, потом вожди? Нет. Мы видим, что когда храм уже был построен, во время его освящения Ханукатом Избех, первыми, кто принес жертвоприношение на освящение храма, были именно вожди, были именно князья. А почему же тогда здесь они были последними? Принесли только в самом конце. И упомянуты в самом конце, и не случайно упомянуты в самом конце, потому что действительно принесли они в самом конце. Сказал Робин Атан, почему вожди решили быть первыми в приношении пожертвований при освящении жертвенника, а при сооружении мешкана они только что не жертвовали первыми, но пришли в самом конце. Вожди решили так. «Пусть народ пожертвует столько, сколько пожертвует, а уж чего не хватит, мы дополним». То есть здесь было такое понятие. Народ-то, ну сколько уж народ соберет? Сначала дать им возможность. Пусть они соберут свои гроши, свои медики, а уже потом, чего не хватит, мы придем, ему уже из своего кармана, люди более состоятельные, мы уже дополним все, что необходимо. Но выяснилось, что расчет был неправильный, народ принес все или почти все. Осталось одно камни драгоценные они принесли, которые необходимы будут для одежды первосвященника. Вот это князья и сделали. Пожертвований народа вполне хватило на нужды мешкана. Как сказано, и было всего достаточно. Тогда решили князья. А что же нам делать тогда? Ну, хотя бы принесли эти драгоценные камни. И этот урок уже выучив, когда храм был сооружен и когда началось освящение, храмы, они уже были первыми. Понятно, что их… Торр здесь высказывает некоторую критику в их отношении. Как Раши замечает, они написаны их… И написание слова на синим, князья, пропущена там буква «Юд», то есть это указывает критическое отношение текста к ним. Но намерения их были, наоборот, самые лучшие. Пусть народ сначала соберет все, что может, а мы уже потом… И они приняли на себя скуса. Все, чего не хватит. Мы все дополним из своего кармана. Но вместе с тем, это был неправильный расчет. При всем том, что их намерения были самыми лучшими, но расчет был неправильный. Ведь могло быть так, что народ соберет все-все, и им не останется вообще ничего. Так хотя бы им повезло. Хотя бы что-то народ не принес, хотя бы драгоценные камни. А могло быть так, что им все принесут, драгоценные камни могли принести. И что тогда? Тогда у них не будет вообще никакой доли в храме. И отсюда, к Витрабейну Бахи, нужно сделать вывод. Человек, который хочет поучаствовать в исполнении какой-то митвы, пусть это не откладывает. Ибо если он будет откладывать, я еще успею, еще успеется, я еще внесу свою лепту. Может так казаться, что в нем уже необходимости не будет. Все уже будет готово и без него. Все уже будет сделано без него. Идем дальше по тексту. Мы пришли к 36 главе. И Бецалель, Уалиав и все мудрые сердцем, которых Бог одарил мудростью и пониманием, должны выполнить всю работу, необходимую для святилища, в соответствии со всем тем, что повелел Бог. То есть кто были те самые люди, которых их сердце повлекло за собой, они почувствовали в себе силы душевные овладеть этим искусством и сделать все, что необходимо? Это прежде всего Бецалель, Уалиав и все мудрые сердцем. И призвал Бог Муше Бецалель, Уалиав и всех мудрых сердцем, тех, кого Бог одарил мудростью, каждого, кого сердце побудило приступить к работе и исполнить ее. И они взяли у Муше все те приношения. То есть после того, как пожертвования были собраны, сейчас пришло время передать это мастерам, тем, кто вызвались это делать. Они приходят к Муше, Муше им передает все, что собрано, и дает им указание, что нужно строить. Все те приношения они получили, которые сыны Израиля понесли для сооружения мешками. А те каждое утро продолжали приносить ему добровольные дары. То есть, измотря на то, что, в общем-то, уже было собрано, народ продолжает нести. И пришли все мудрые исполнители этого дела, каждый от своей работы, которой они занимались. То есть пришли ювелиры, которым должны были приносить золото, пришли пряльщики, пришли ткачи, пришли ткачи, которым нужно было получать пряжу и так далее. И каждый от своей работы сказали, что все, хватит, приносит больше, чем нужно. И сказали ему, что народ приносит больше, чем нужно для работы, которую повелел сделать Бог. И по приказу Муше провозгласили по всему страну, пусть мужчины и женщины, все любят, будь то мужчины, будь то женщины, не делают больше работ для священного приношения, не приносите больше ничего. И перестал народ приносить. И сделанного было достаточно для выполнения всех работ, да еще и осталось. И все мудрые сердцем, исполнявшие работу, сделали для свечтилища. Тесть покрывалась тонкого льдяного полотна. Синей, багряной и пурпуровой шерсти. И выткли на них тканые изображения. И так далее, и тому подобное. Начинается подробное, подробное, подробное перечисление того, что они сделали. Я не буду его зачитывать. Дело не в том, что это очень просто так, слишком подробно. Дело еще в другом. Перечисление деталей Мишкана приводится в Торе пять раз. Иногда более кратко, иногда самых мелких подробностей. Первый раз – это еще в недельном разделе Трума. Это в 25-й главе книги Шмот. Второй раз – это уже в недельном разделе Китиса, 31-я глава. Третий раз в нашем недельном разделе Ваякель, то, что мы сейчас зачитали перед тем, что мы сделали в самом начале этого урока. Четвертый раз – это там, где я сейчас остановился. Это уже после его изготовления, когда написано, что же они изготовили. А пятый раз – последний в недельном разделе Пикудей, когда все части шатра приносят Маши. И, естественно, нет человека, который может удержаться от вопроса. Зачем все это повторяется пять раз? Да еще в таких подробностях. Пять раз – зачем? Харамбан, отвечая на этот вопрос, разъясняет нам, что каждое из этих причислений имело свою цель. Совершенно повторов здесь, по сути, нет. А именно, пишет он так. Все мудрые сердцем исполнявшие работу сделали шатер, 10 полос и так далее. Обо всех составных частях шатра сказано в Торе пять раз. Иногда подробно, иногда путем краткого впечатления. Сначала было запобедано. То есть, то, что в недельном разделе Трума – это заповедь, когда Всевышний говорит Муше, сделать так и так, нужно соорудить, обязаны соорудить мешка. Затем, это первый раз. Затем было сказано в общем плане, коротко. Пусть делают все, что я приказал тебе. А именно, шатер, откровения, ковчег и так далее, и так далее. Это в 31 главе. То есть, то, что Всевышний повелел, чтобы прежде, чем Бицарел и все остальные мастера займутся работой, приступят к работе, чтобы Муше объяснило им все, что предстоит делать. Не в момент, когда они начнут, а еще перед тем. Да, объяснить им все это. И хотя в Туре это написано кратко, говорит Трамбайн, что нам совершенно очевидно, что после того, как кратко им объяснил все дело, после этого он расписал им подробно, что им конкретно предстоит делать. Но уже когда дошло дело до изготовления, то есть, когда нужно было приступить к работе, собрать сейчас все материалы и приступить к работе, тогда Муше сначала описал всю работу в общем плане, как это было упомянуто выше. Это то, с чего мы начали урок, когда Муше описывает мешкан для того, чтобы убедить людей, что нужно давать большие пожертвования и золото, и серебра, и так далее. Всяким мудрым сердцем среди вас пусть придет, сделает то, что повелел Бог, и шатер и покрытие, и так далее, и так далее. Затем подробно объяснено было уже самим мастерам, что нужно сделать. Это уже третий раз. В четвертый раз, здесь 36 глава, когда работа была сделана, это перечисляется подробно, что же мастера сделали. И сделали все мудрые сердцем, исполнявшие работу, шатер, и так далее, и так далее. Это в четвертый раз. Ну, а пятый раз, когда написано, что после того, как мастера все сделали, они принесли все Муше. Что же они принесли? Принесли они, опять же, доставили шатер к Муше, и шатер, и все его принадлежности, и полные перечисления, а Муше уже потом составил. Значит, каждый раз есть отдельная, другая цель для перечисления деталей Мишкана. Так объясняет Ромбак. Хорошее объяснение. Понятно, что недостаточно это, потому что, если нужно было пять раз все это упомянуть, ну, зачем же в подробностях? Можно же было сказать просто. И, предположим, и после того, как Всевышний передал заповедь сооружения Мишкана, Муше должен объяснить народу. И объяснил Муше народу все, что сказал Ашим. Дальше нужно, Тора перечисляет, как Муше объяснил это мастерам, нужно было бы сказать, и сказал Муше мастерам сделать все, что сказал Ашим. Тора, которая настолько лаконична, в которой ни одного лишнего слова нет. Она пять раз повторяет, казалось бы, без всякой надобности все детали сооружения Мишкана. Зачем? Скажи просто. Все, что сказал Бог, все, что есть в Мишкане, все, что нужно было сделать в Мишкане. Все, мы уже поймем. Объяснить можно такую подробность повторения и пятикратного повторения. Объяснить можно двумя путями. Первое, Тора так подробно описывает, повторяет раз за разом все, что нужно было сделать, и что было сделано для того, чтобы подчеркнуть, насколько точно мастера сделали все то, что от них требовалось, как это точно соответствовало повелению Всевышнего и тому, что передал им Муше. Одно объяснить. Второе. Второе объяснение. Смысл этого повторения в том, чтобы высказать симпатию и одобрение к тем, кто сделал всю эту работу и похвалить их за сделанную работу. Не исключено, что два этих направления, они дополняют один другой. Для чего Тора раз за разом повторяет строительство Мишкана, чтобы похвалить еврейский народ за то, что он это сделал. А за что он заслужил похвалы? За то, что он сделал все с необычайной точностью. Точно так, как от него требовалось. Известно, что касается первого направления, что Тора здесь подчеркивает точность, что, во-первых, сделали точно то, что от них требовалось. Не пытались вносить свои коррективы изменения, а было четкое подчинение и стремление сделать с необычайной все точностью. Известно, Талмуда обсуждает вопрос о том, когда есть требование что-то сделать, например, сделать какую-то деталь определенного размера. А где границы точности? Можно ли здесь говорить о том, что есть требование сделать это в полной точности? Казалось бы, человек его возможности ограничены. Он может сделать приблизительно с некоторым допущением к тому, что от него требуется. Талмуд обсуждает этот вопрос. Один из аргументов – это то, что была сделана утварь для Мишкана, и Мишкан должен был отвечать требованиям и размеров, в каких сам он должен быть размеров, в каком размере должны быть брусья, и как, и что, и утварь там. На что отвечает Талмуд – это на самом деле не аргумент, потому что Торр сказала, сделайте, действительно, сделайте такой-то длины, такой-то ширины, такой-то высоты. Но имеется в виду настолько, насколько это возможно руками человека. Понятно, что если сказано сделать что-то высотой в 10 ладоней, то человек не способен сделать это ровно в 10 ладоней. Он делает приблизительно, чуть больше или чуть меньше. Но этого достаточно с точки зрения Тора, имеется в виду сделать так, как ты, человек, способен. Тора дана не ангелам, а человекам, человек делает так, как он способен. Но это с точки зрения повеления. Повеления не было таким вот сделай точно, сделай так, как ты способен. Но сделали на самом деле точно. Точность была невероятная, фантастическая. Если это было 10 ладоней, это было ровно 10 ладоней. Понятно, что здесь была помощь свыше, но вот это то, что Тора подчеркивает, насколько постарались, может быть, уточнить, была помощь свыше, конечно. Но помнишь, свыше, не каждому дается. Иногда человек старается сделать, хотел бы сделать точно, но точно не получается. Это я по себе знаю. Если мне нужно вольнять два шурупа для того, чтобы что-нибудь повесить, то никогда у меня точно не получается. Всегда хотя бы несколько миллиметров с этим, либо вправо, либо влево. Но здесь кому дается сиятость в меня, кому дается помощь в небо? Тому, кто очень-очень хочет сделать правильно и точно, ему Бог помогает. Такое было желание выполнить все точно, как сказал Бог, точно, как передал ему ше, что Всевышний помог. И вышло с совершенно невероятной, фантастической точностью. Намного больше того, чем требовалось. Сверхчеловеческая точность. Это одно объяснение. Второе объяснение. Абей Мубахи говорит, что, конечно же, то, что Тора здесь раз за разом это перечисляет, смысл здесь не в том, чтобы что-то сообщить. Это более эмоционально. Пример тому дают мудрецы. Если человек пришел, пришел отец семейства домой, он спрашивает про своего сына. Поел? Да, поел. Попил? Да, пил. А как поспал? Хорошо поспал. А чем занимался? Учился. И как учился? Что-то дедские вопросы. Зачем они? Вот на субботу сейчас ко мне пришел домой сын из Ешимы. Ну, естественно, происходит нечто напоминающее допрос партизанов. Я ему задаю вопрос, и он на все отвечает однозначно. Как дела? Хорошо. Или, например, как дела? Все нормально. Как Ешимы? Все в порядке. Как еда? Как вас корм? Нормально. А в общежитии не холодно? Нет, все нормально. Ну, а как уроки? Хорошо. А Шторошевич им дал урок. О чем говорил? Ну, просто... Зачем все это? Начнем так. Зачем я задаю вопросы, если я заранее знаю на них ответ? И почему мне достаточно того? На самом деле достаточно было бы задать один вопрос. Как дела? Все в порядке. Все нормально. Чего из ряда он уходящего нет? А зачем же я задаю вопросы? Зачем я интересуюсь? И тем, как он пьет, и тем, как он ест, и тем, как он спит. Вопросы не для того, чтобы получить на них ответы. Он их все равно мне не дает. Ничего, кроме пседор, все нормально, в порядке. Он все равно ничего не отвечает. Вопросы только выражают мою симпатию и любовь к нему. Вот и все. Из любви к нему я задаю эти вопросы, когда смысл вопросов в самом вопросе. А не в том, чтобы получить на него ответ, который я заранее знаю, что я на самом деле не получил. То же самое и здесь. Тора перечисляет это раз за разом, раз за разом для того, чтобы выказать эту симпатию. То, как Всевышний доволен тем, что сделал для него еврейский народ в пустыне, тем, как построили в мешках делом их рук. В этом выражение действительно симпатии, симпатии и приязни. Вот два пути, которые друг друга вполне дополняют, как мы сказали. Что и такой симпатии еврейский народ заслужил в результате их колоссального желания сделать все точно так, как Всевышний повелел. Не отходя ни на волосинку, ни на миллиметр, ни влево, ни вправо. Точно так было сделано. И за это они заслуживают такой симпатии, такого одобрения. И поэтому Тора повторяет раз за разом, раз за разом. И у них действительно получилось сделать все точно. А вот в 37 главе, в самом начале, сказано таково. «И сделал бицалель ковчег из дерева шетин, длиной в два с половиной локтя, шириной в полтора локтя и высотой, в полтора локтя и покрыл внутри. И сделал бицалель». Но ведь все мастера делали работу, не один бицалель это делал. По поводу всего Мишкана и все его утвари, каждый раз Тора использует множественное число. А здесь, друг, единственное, сделал бицалель. А что, ему никто не помогал? Конечно же, помогал. Все дела. Почему же тогда Тора относится это именно к нему? Раша объясняет так. «Поскольку бицалель, Масар-Навшо, он отдал душу за ковчег, за ковчег, в который нужно будет вложить плиты, скрижа Лизавета, плиты, на которых начертаны слова, десятисловия. Он Масар-Навшо, душу отдал за него. В чем здесь самопожертвование его? Что за идея? Рамбан пишет так. В таких строках, как сделали полосы из козьей шерсти, сделали балки. То есть, каждый раз, когда Тора упоминает то, что было сделано из деталей Мишкана, она употребляет множественное число. Подразумевается, что эти работы исполняли все мастера, все мудрые сердца. Но относительно ковчега сказанное сделал бицалель ковчег. Так как этот величайший среди сынов Израиля мастер сам изготовил ковчег. Рамбан отрицает то, что было сказано мной раньше, что, скорее всего, и ковчег тоже все делали. Нет, это делал он, только он один. А почему тогда другие ему не помогали? Ведь поскольку бицалель был полон божественным духом, мудростью, разумением и знанием, он мог сделать ковчег с должным настроем и намерением. Здесь вопрос был не в его столярных способностях и не в вопросах о изготовлении тонкой золотой фольги. Здесь вопрос шел о каванот, о настрое. Что думать в то время, когда делается эта работа? А вот в этой области специалистом был именно он. И для изготовления ковчега, в котором должна была быть Тора. И роман подчеркивает, что это центральное место во всем храме, во всем мешкане. Для изготовления ковчега не нужно было особого мастерства. То есть, с точки зрения столярной работы, это достаточно простая работа. Ведь есть предметы, требующие гораздо большего ремесленного умения. И тем не менее, относительно других предметов сказано, и сделали стол, и сделали минору, и сделали… А здесь делал. Почему? Потому что, хотя с точки зрения ремесленной это была простая работа, с точки зрения духовной составляющей, то, что должны были быть каванот, настрой и намерения при этом, это был для больших мудрецов, для Тлимидейха Хамим, таким человеком был тогда Бецалель, а не кто-нибудь другой. Так, Рамбан. Комментарий Балея Тузфот объясняет вот этот стих, то, что ковчег отнесён именно только к Бецалелю, объясняет это иначе. Нет, так как Рамбан строит свой комментарий на том, что сказано в Талмуде, в трактате Брахот. В Талмуде, в трактате Брахот говорит так, что когда Моше передавал указания Бецалелю, как и что нужно сделать, он сказал ему сначала сделать ковчег, а потом уже делать мешка, шатёр, который будет служить храму, переносну. Бецалель заупрямился и хотел сделать по-другому. И он вступил в спор с Моше, не может такого быть. Ведь по-нормальному люди-то как делают, сначала строят дом, а потом уже заносят туда мебель? А если я сделаю сейчас ковчег, где он будет стоять? Может быть, на самом деле Бог не так тебе сказал? Может быть, заповедь-то была наоборот, сначала сделать мешкан, а только потом уже приступить к сооружению ковчега и внести ковчег уже в готовый мешкан? Сказал Моше, действительно так. Уж не под сенью Бога ты был? То есть здесь его имя Бецалель объясняется мудрецами Талмуда, как аббревиатура, Бецелькель, под сенью, под тенью, под сенью Бога ты был? Точно так мне было сказано, ты абсолютно прав. Был спор. Вот, говорит, комментарий Балея Тусфот, в этом и самоотверженность Бецалеля. Он здесь отдал свою душу за ковчег тем, что он не подчинился указанию Моше, заупрямился, сделал по-своему и был прав. Это же противоречит всему тому, что я рассказал до сих пор. Я объяснил, что Тора так раз за разом повторяет строение мешкана во всех его деталях для того, чтобы похвалить еврейский народ. За что похвалить? За то, что сделали все точно, точно, нисколько, ничуть не изменив, скрупулезно и пунктуально выполняя то, что от них потребовалось. В этом величие строителей мешкана. А кто самый-самый крупный, самый большой из строителей мешкана? Бецалель. И ему была доверена самая важная работа. И самая важная работа относится к нему. Какая? Ковчег. И в чем же его вклад был в ковчег? В том, что он заупрямился и сделал не так, как ему было поверено, а так, как он считал нужным. Как же так? На самом деле противоречия здесь нет. Точность исполнения бывает двух видов. Есть слепые исполнители, которые точно исполняют, как робот. То есть человек отключает свое сознание, подчиняется приказам и точно это делает. Это хорошо, это замечательно. В армии это особо ценится. Но может быть и неприятность. В авиации, я знаю, делали такие тесты. Тестировали вторых пилотов, когда первый пилот давал второму пилоту указания, по которым просто, если следовать этим указаниям, то самолет должен был колом, носом идти вниз и врезаться в землю. И вторые пилоты выполняли их. Почему? Потому что есть приказ, первый пилот дал. Он понимает вообще-то это как-то, но если есть приказ, есть приказ. Идем ко дну. То же самое было бы здесь. Если бы Бецалель был слепым исполнителем такого вот немецкого характера, педант, исполнитель, который делает точно, что ему говорят, исполняет приказы, выполняет приказы, не задавая вопросов, то была бы здесь ошибка. Ведь на самом деле Всевышний повелел не так. А есть другого рода точность исполнения. Когда человек не робот, но человек настолько, он принимает на себя задачу, которую ему дали, и он настолько всей своей душой вкладывает в нее всю свою душу, и он сливается с этой задачей так, что он не представляет себя вне этой задачи. Он и та функция, которая на него возложена, это одно. В этом тоже есть своя опасность. А именно, что человек иногда, сживаясь с той ролью, которую он играет, с той задачей, которую он выполняет, может принимать свои собственные мысли и идеи за ту задачу, которая ему поставлена, и отходить. Но если человек действительно до конца, как здесь написано, вложил душу, отдал душу за это, то есть полностью-полностью слился с той задачей, которая на него была возложена, то он не ошибется. Тогда он четко чувствует. И если есть, кто-нибудь ему передает какую-то деталь, какое-то указание, которое не соответствует общей задумке, он тут же понимает, этого не может быть. Очевидно, я не знаю, я не слышал, но это не может быть так. Такого рода восприятие было у наших прадцев. Ведь мудрецы говорят, что наши прадцы исполняли законы Торы до того, как Всевышний повелел исполнять эти законы. Повелел только на горе Синае. Как же прадцы Авраамов, как они исполняли? Они поняли, что так надо делать. А откуда они поняли? Каким образом? Вот это вот было то самое. То их, та их близость, которая у них была к Всевышнему, к его воле, когда человек делает волю Всевышнего своей волей, то тогда он начинает понимать из глубины души, начинает понимать, что на самом деле Всевышний от него хочет. Так сказали мудрецы про Авраама. Откуда Авраам выучил? Откуда он знал, что надо делать? На Суш, Тейкель, Тавкель. Его почки стали его учителями, наставниками. То есть, сам из себя понял. Но если сам из себя и за свое собственное творчество – нет, он точно понял, что Всевышний от него хочет. Это было с Бицалелем. Он не был слепым исполнителем. Он не был роботом, который точно исполняет то, что ему сказано, и больше ничего не знает. А если что не так, не наше дело. Нет. Он настолько слился с этой работой, он настолько слился с задачей, которую на него возложили, что когда Муша ему сказал, сначала нужно сделать так, этого не может быть. Правда, должен быть другой. И оказался прав. Понятно, что спор здесь между Бицалелем и между Мушом на самом деле спор глубокий. Это не то, чтобы Бицалель был таким вот завхозом, который практически посмотрел, как я сделаю сейчас ковчег, а куда же его поставлю, нужно сначала сделать место в Ковчегу. Не в этом дело. Это был спор о цели и о средствах. Муше с точки зрения идеала, цель храма, самое главное в нем место какое, это Тора, это ковчег, в котором Тора. Это цель, ради него все строится. Цель на уровне идеала предшествует всему. А достигается она, реализуется она только в последнюю очередь. Соф маа се бе махшава тхиля. То, что делается в конце, задумывается с самого начала. Бицалель, Бицалель, он человек дела. Он реализует этот самый идеал. С точки зрения реализации идеала, сначала средство, потом цель. Цель достигается в конце. У Муше это замысел, поэтому цель предшествует. Поэтому он говорит ему сначала, говорит ему про ковчег, а только потом уже про мешка, про храм. У Бицалеля обратно. Поскольку Бицалель должен реализовать. С точки зрения реализации, порадок такой сначала средства, потом цель. В этом был их спор. И, как мы сказали, Бицалель был прав. Именно так это должно было быть сделано. И именно то, что он не был слепым исполнителем, а точность его исполнения исходила из того, что он полностью слился со своей задачей, именно благодаря этому ему удалось сделать именно то, что Всевышний хотел. И точно так, как он хотел. Субтитры сделал DimaTorzok